Декабрь 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 Прямо сейчас Всем добрый день Я приветствую вас в супермаркете Миндаль На очередном этапе конкурса Королева на заводе Сегодня мы для вас подготовили Весьма необычный конкурс Но я думаю, что Вы все его оцените Все уже улыбаются И наверное догадываются Что мы приготовили вам за конкурс Так как любая девушка Должна уметь вкусно готовить Мы для вас подготовили список блюд И ваша задача будет В течении 30 минут времени Обладая бюджетом в 3000 рублей Набрать ингредиенты Для приготовления этого блюда Субтитры добавил DimaTorzok Друзья, задание не из простых Выбрать нужные продукты Да так, чтобы блюдо заиграло Правильными красками Ну, собственно, в магазине Миндаль Я думаю, это вообще не проблема Но тут же еще и время И нервы, и ой Давайте узнаем Картошка, морковь Перчик и лучок Кориандр Молотый Это грузинское блюдо Чехокбили У меня это импровизация Товар не найден, друзья мои Это специальные происки врагов Я уже за два года? у нас попал утка с яблоками вы кажется хорошо прожариваться она кажется и соусом по дороге облила да как-то мило с ее стороны вы на самом деле задали очень сложную задачу потому что все блюда которые вы планировали приготовить они очень-очень близки к оригиналам поэтому определить из вас финалиста эта задача для нас была крайне сложная поэтому мы приняли решение что сегодня мы выбирали продукты и это оказывается тоже можно делать по-королевски вот бы попробовать как же хорошо готовят девушки я думаю мы это скоро узнаем как узнаем и то кто же станет королевой на заводе умение грамотно спланировать покупку необходимых продуктов очень ценный навык и не только для королев а еще древний философ платон говорил что настоящее образование включает умение петь и танцевать а ты денис умеешь танцевать ну конечно и танго могу и вальс могу но мои движения явно не лучше чем у наших гостей встречаем танцевальную студию джокер можно бесконечно смотреть на три вещи как горит огонь как течет вода и как двигаются танцоры сегодня у нас гостях танцевальная студия джокер ее руководитель мария овчинникова и тренер юлия лумпиева девушки здравствуйте здравствуйте мария расскажите пожалуйста как вы сами пришли в танцы почему выбрали вообще именно это творческое направление и как родилась идея создать свою такую творческую студию мне было 10 лет я попала в лагерь в обычный летний лагерь между отрядами был конкурс старте назывался первый раз я там потанцевала мне очень понравилось произошла любовь с первого взгляда с танцем вот и все позже я поняла то что я хочу танцевать вот я пошла именно на современные направления это было бы был хип-хоп далее я поняла то что хочу быть тренером попала я в школу искусств потому что я понимала что получить диплом нужно обязательно знать классику народный танец и так далее после все с моей целью стало открытие танцевальной школы и все я это сделала это очень круто спасибо юля вы в школе работаете тренером какие танцевальные направления преподаете сейчас я работаю со взрослыми больше это микс dance то есть мы стараемся делать все с детками бывают работу сейчас у меня есть группа контент так что если что есть набор занимаюсь растяжкой фитнес и сама еще занимаюсь вот с машей хип-хопом вы сказали что у вас занимаются как взрослые так и дети а с кем сложнее работать на мой взгляд сложнее работать с детками конечно в плане дисциплины потому что мало кто приходит с осознанным пониманием того что они хотят это делать часто бывает оставляют их родители к сожалению взрослых тоже приходит осознанно что в первую очередь это надо им они их тренеру они более внимательны они стараются наверно так вы сказали что вы преподаете микс дэнс что он себя представляет то есть хип-хоп плюс классика выбираем музыку как вот тело хочет двигаться так и мне тело то есть это некий такой может быть перфоманс даже получается возможно очень здорово нравится интересно расскажите пожалуйста девушки когда доступно так много разных танцевальных направлений как выбрать то которое вот действительно твое может быть есть какие-то определенные параметры или какие-то критерии надо отталкиваться от своих интересов от своих предпочтений вот даже того какая тебе музыка нравится слушаешь музыку тело самой движется вот иди в том направлении нравится тем более спокойные или энергичные танцы также нужно отталкиваться своих физической подготовки от своего опыта от своих целей для чего вот ты хочешь танцевать ну а если у тебя нет никакой подготовки могу ли я прийти к вам школу конечно мы обучаем абсолютно всех с нуля и ребята у нас достигают очень хороших результатов очень хорошего уровня ну кстати вот у вас ребята примет участие в различных фестивалях городского областного всероссийского уровня какими достижениями наиболее городить получение гран-при конечно же что это было за гран-при где когда расскажите поподробнее хотелось бы танец танец хип-хоп естественно мы как бы базируемся в основном на нем самаре дети в первый раз за данный сезон получили гран-при вот радости было слез было это вообще помню что лет 10 назад хип-хоп был очень популярен и то есть он не сбавляется вообще не сбавляет а кстати вот что для того чтобы заниматься хип-хопом нужно владеть какой-то базой там классикой нет стоять у станка нет это это не нужно просто чтобы быть педагогом лучше конечно уметь все уметь танцевать и классику и народный танец и у станка стоять как бы это просто пригодится в жизни в любом случае юля расскажите пожалуйста какими качествами должен обладать настоящий танцор ну в первую очередь я считаю это уверенность себе уверенность своих движениях эмоциональность выразительность потому что хороший танцор он умеет зацепить зрителя не только своими движениями но и эмоциями то есть мы должны танцевать не с каменным лицом а рожать какие-то эмоции что говорить уже более профессиональных танцорах то это конечно же ритмичность музыкальность потому что мы танцоры слышим такие звуки в песнях что не каждый человек услышит физическая подготовка опыт творческий подход обязательно потому что танец это про искусство творчество обязательно нужно иметь какую-то уникальность чем-то зацеплять и естественно дисциплина должна быть хорошая на тренировках да да это обязательно а если человеку ну наступил медведь на ухо можно учиться танцевать да все сложно вот танцевать все могут абсолютно все я встречалась абсолютно с разными людьми я работала в школе-интернате для детей там дети были еду няты и слабослышащие и плохо говорящие абсолютно каждый ребенок может научиться самое главное желание вот и все рвение ну то есть у нас шансы тоже случае чего есть любом случае у вас они большие это приятно это приятно вы летом организуете специально танцевальные лагеря для детей это видимо тоже из детства марина пошла такая идея расскажите об этом проекте совсем из детства но в каждом спорте есть какие-то сборы проходят летом зимой неважно вот и мы решили на почве этого как бы тоже делать а детям чтобы совместить приятное с полезным вот дети отдыхают тренируются они у нас три раза в день это физическая нагрузка это растяжки это разные направления не изучают но там они изучают именно базу базу различных направлений именно современной культуры но помимо танцев что еще у вас там происходит что катание на горках то есть это купание различного вида игры детские то есть очень очень много всего раньше мы базировались только по самарской области а сейчас мы работаем с одной организации сейчас у нас краснодарский край вот летом мы поедем в дагестан после у нас будет снова краснодарский край вот это здорово дальше расширяется да это отлично расскажите пожалуйста где могут пригодиться танцевальные какие-то качества навыки каких других направлениях может быть других направлениях не скажу но вот при нашей школе по крайней мере работает световой шоу вот танцевальный световой шоу мы работаем также по всей россии плюс это казахстан вот подрастающие ребята попадают в данное шоу становятся танцорами и работают также вместе с нами сколько же человек у вас занимается в пределах трехсот человек это и взрослые дети да это и взрослые дети такое большое в целом количество участников а сколько же педагогов наставников 4 педагога и как они со всеми справляются просто берут и справляются а тут не надо много думать пришел сделал победил сколько человек занимается груд примерно по 20 10 и на всех хватает разорваться вот так вот уследить за каждым за каждой техникой конечно да ну это наверное уже профессионализм да ну да а проходит ли у вас индивидуальные занятия да проходит и с детьми и взрослыми и детьми и взрослыми да все по желанию а как попасть вашу школу можно просто позвонить и записаться находимся мы в авроре на соклином этаже это 17 квартал и группы вконтакте также можно будет найти до группы вконтакте у нас также есть там мы опубликуем наши новости наши результаты вот и записаться можно тоже там мария и юлия спасибо большое за интересную беседу за то что уделили время для нашего разговора надеемся что наши телезрители обязательно придут к вам на занятия а теперь предлагаем вам поздравить всех жителей итальятия с наступающим новым годом всем хорошего настроения больше танцуйте веселитесь проводить время семьей чеха с наступающим будьте по жизни с танцем танцуйте развивайтесь и все будет хорошо спасибо спасибо вам большое за такую интересную беседу успехов денис ты заметил перед новым годом всегда столько планов а каникулы проходят в один миг и с горьким осознанием того что вот опять ничего толком не успел для реализации всех задумок нужно четкое планирование подарю тебе ежедневник будешь в нем записывать все что хочешь успеть встречи с друзьями походы в театр и кино список добрых дел отличная идея провести досуг интересно и с пользой это большое достижение например молодежь автоваза любит интеллектуальные игры это возможность потренировать мозг и получить заряд адреналина шапка игра который увлекает своим азартом динамикой и даже воображением здесь за несколько секунд необходимо объяснить заданное слово своей команде хочешь рисуй хочешь жестикулируй а хочешь находи синонимы но главное не называй его но здесь надо как бы понимать друг друга людям которые играют они по очереди выходят каждый участник команды и пытается объяснить слово своим однокомандникам на мой взгляд это сплочает коллектив команда образуется они получают как бы и хорошие эмоции позитив и начинают лучше друг друга понимать я думаю это как раз кажется и в коллективе и в работе там теми проектами которыми они занимаются и даже среди недели после рабочего дня заводчане вновь собрались вместе ведь для них коллектив как семья с которой всегда приятно проводить свое время участвовать в играх как можно чаще это помогает сплотиться команде помогает развивать свой ум также ну и не засиживаться особо на работе участвуем в таком мероприятии но нам очень нравится мероприятия проводимые в рамках умственного развития так скажем это что где когда квиз вот решили полностью посетить все мероприятия такого формата и нам очень нравится потому что это весело и также развивает нашу умственную деятельность в игре четыре раунда первый из них словесный в нем участникам нельзя использовать однокоренные слова и кстати жесты тоже запрещены на нее снимают вот вот во втором туре задачу усложнили здесь необходимо объяснить значение всего лишь одним словом третий раунд это уже знакомый нам крокодил участник объясняет слово жестами и мимикой ребята справились хорошо ведь заводчанин заводчанина всегда понимает и даже на интуитивном уровне в последнем раунде с красивым названием пикассо нужно объяснить слово с помощью рисунка всего в игре принял участие 13 команд шапка объединила как работников автоваза так его дочерних обществ в общей сложности в игре приняли участие свыше 50 человек поэтому организаторам пришлось выделить целых два зала для всех игроков настоящему интересная игра живые эмоции такой адреналин азарт и сплочение команды всем рекомендую попробовать шапку шапка это одна из дисциплин молодежной спартаки а до автоваза в этом году первенство проводилось уже во второй раз многие принимают в нем участие не ради высоких баллов или первых мест здесь главное общение и дух товарищества важны не сами призы важны эмоции впечатления вообще нравится принимать участие вот в таких мероприятиях большое спасибо организаторам и ведущим за такие интересные вопросы и вообще вот за саму организацию позволяет улучшить коммуникативные навыки узнать людей своих коллег с которыми вы общаетесь по работе в другой обстановке по итогам игры бронза у аноды о планета детства лада серебро досталось команде лада медиа но а золото завоевал инжиниринг автоваза и кстати тем самым обеспечив себе победу в молодежной спартаки ади 2023 года интеллектуальные игры на заводе добрая традиция здесь рады всем как новичкам так и заядлым игрокам автоваз производства которое заботится о своих сотрудниках не только в рабочее время компания постоянно организуют для них различный досуг каждый найдет что-то свое поэтому до встречи на следующей игре декабрь месяц насыщенный не знаю как у остальных а у нас работа так и кипит согласись ян нужно много еще успеть как сохранить спокойствие и праздничный настрой да конец года обычно такой и лучший способ оставаться в тонусе отправиться на курорт здорово что при этом можно даже не покидать город только вот какой может быть курорт в городе у нас же настоящий город курорт лес каждом районе в шаговой доступности парке набережные скверы а чтобы отдохнуть в тепле можно посетить например соляную пещеру это не только прекрасный способ отдохнуть но и восстановить здоровье сегодня у нас в гостях руководители соляной пещеры галит фролова людмила васильна здравствуйте 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 расскажите пожалуйста что дает посещение соляных пещер и какого эффекта можно ожидать посещение соляных пещер дает укрепление иммунитета взрослым и детям организм взрослых и детей будет более устойчив к вирусам и бактериям в осенне-весенний зимний период люди с хроническими заболеваниями придут к долгой ремиссии а детки которые ходят в сад школы и секции кружки будут регулярно их посещать многих волнует вопрос безопасности возможно ли а в соляной пещере подхватить какую-либо инфекцию или же это все опасно в нашей соляной пещере три тонны соли соль лежит на полу соль нанесена на стенах в таком соленом микроклимате инфекция просто погиб погибает за несколько секунд плюс еще оборудование работает галлогенератор в течение всего сеанса стоят рецикулярные лампы самое главное у нас есть от точно приточной вытяжка чтобы наши клиенты не волновались по поводу проветривания она у нас работает каждые 20 минут после каждого сеанса а сколько длится сеанс 40 минут длится сеанс это совсем недолго и замечательно он проходит если какие-то определенные правила посещения пещеры конечно есть самое главное правило мы не рекомендуем ходить нашим клиентам стадии обострения вирусных инфекций или же хронических нельзя к нам приходить с запахом парфюма но в принципе остальные правила мы диктуем там при встрече на ресепшне а сколько посещений требуется чтобы почувствовать эффект 20 30 50 60 то есть зависит от организма человека у нас только индивидуален и зависит еще от конечно от заболевания то есть вот допустим человек пришел с легким остаточным насморком к нам конечно за 10 сеансов он пройдет у него легко а если взрослый приходит с хроническим заболеванием астмы или же бронхита то конечно тут надо ходить течение года чтобы был отличный результат наступила хорошая ремиссия то есть такой накопительный эффект людмила васильна а помогает ли посещение в пещере избавиться от каких-то хронических заболеваний ну или какой-то зависимости да конечно вот у нас недавно была семейная пара с ребенком у них у всех нафтезиновая зависимость была они ходили к нам в течение всего года все прошло результаты отличные конечно они тяжело уходили от этого от этой зависимости но получился результат очень хороший знаете у меня на все уникальные случаи если взрослые если вот приходит родитель с ребенком да и слушается рекомендаций то получает хороший эффект если взрослый сам себе диктует сеансы режим да посещение то там конечно ничего не будет им объясняешь но все мамы разные но большинство конечно все адекватные то есть создается какая-то программа к посещению у каждого свой регулятор регулярность своя то есть вот я вам сейчас скажу допустим приходят к нам начинает вести сеансов каждый день или через день это плотный режим да а потом два раза в неделю в течение всего года до мая месяца если не аллергики они уходят до сентября укрепляет иммунитет как с морем солнцем дачами бассейнами летом да и в конце сентября к нам приходит опять начинает ходить аденоиды уходят у детей то есть это отечность конечно мы рекомендуем убрать шоколад еще у детей в ассортименте но у нас родители которые послушные хотят детям свое здоровье да они конечно же убирают шоколад но есть родители которые вот папа у нас недавно пришел один а что же есть ребенок я говорю правда вы знаете у нас сейчас в стране вообще ничего нет кроме шоколада вот ну и он отходил 10 сеансов и ушел и ребенка конечно же они повели на операцию вот и весь результат то есть если родитель хочет здоровья своего ребенка он будет ходить как знаете вот гимнастику хочешь чтобы ребенок сел на шпагат будешь ходить два раза три раза в неделю как положено ребенок сядет до в течение года если вы ходите раз в месяц раз два месяца на каком результате может быть речь то есть мало просто посещать пещеру нужно чтобы была регулярность была регулярность и это лечение должно происходить в комплексе да да и расскажите пожалуйста есть ли какие-то противопоказания может быть какой-то категории людей вообще строго запрещено посещать пещеры или наоборот может быть они открыты для всех нет противопоказания есть конечно я уже говорила в начале что нельзя к нам в стадии обострения урзе урви и хронических заболеваний он при онкологии к нам нельзя клаустрофобия тоже нельзя нельзя к нам стадии наркомании алкоголизма как часто нужно посещать соляную пещеру может быть лучше взять абонемент или достаточно будет одного раза в какой-то определенный промежуток времени соляную пещеру нужно посещать регулярно десяти сеансов недостаточно конечно мы продаем абонементы на наши абонементы идут скидки хороший режим посещения говорят рассказывать наши администраторы на ресепшене от которого у наших малышей взрослых хороший результат получается замечательно а расскажите пожалуйста вот уже совсем скоро новый год наверняка вы подготовили какие-то может быть сюрпризы для ваших клиентов или какие-нибудь акции или скидки конечно подготовили и для постоянных и для новых клиентов у нас вот стартовали две акции просто замечательные есть акция 50 процентов скидка при покупке абонементов для врачей и воспитателей и учителей вторая акция 50 процентов скидка при покупке абонемента для военнослужащих и их семей это очень здорово спасибо большое людмила васильевна надеемся что все жители города тольятти с радостью воспользоваться этим выгодным предложением спасибо вам большое что пришли к нам сегодня в студию и конечно хотим пожелать вам удачи в новом году спасибо спасибо большое яна вот ты знаешь что может сделать женщина абсолютно из ничего прическу салатик и скандал но это не относится королевам в очередных состязаниях они соревновались в искусстве приготовления салата давайте посмотрим как это было а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Ресторанного спорта... Александр Маслов! Ваши аплодисменты, друзья! Александр, очень рады, безумно польщины, что сегодня работаем с таким профессионалом. Здравствуйте! Ну что, отправим девушек в счастливый путь? Да, девушки, вставайте по местам. Так, девушки, все готовы? Сегодня задание конкурса. Видите, перед вами два стола и их задпродукты. Должны из этого набора продуктов сделать салат греческий в трех вариациях. Только в вашей фантазии и креативности. Один час времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На каком этапе сейчас у вас все? Получается, сегодня греческий готовим, да? Здесь как помидоры, жесткие, твердые или мягкие? Как вы попадаете по нему ножом? Пока еще самый первый. Это приготовление чего? Короче, вот чем дальше я сейчас иду, тем больше секретов накапливается у наших участников. Чтобы я не спросил, они просто отказываются отвечать. Поэтому давайте просто наслаждаться процессом, улюбоваться, как все это выглядит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА